Привет! Наверняка вы помните эти колонки из предыдущего видео, в которые мы встраивали Bluetooth-модуль. А сегодня мы сделали вот что. Стоп, 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 стоп. Давайте все по порядку. Сейчас нарисую и расскажу, как мы это делали. Итак, поехали. Нам нужна подопытная акустика. На самом деле подойдет все, что угодно, но Sven332 уже есть. Она достаточно большая и под сетки динамиков поместь с адресной светодиодной лентой. Звук для анализа мы будем брать с аудиотюльпанов, как в предыдущем видео. Кстати, потом обязательно посмотрите по подсказке. Обработкой звука и общением между акустикой и светодиодной лентой будет заниматься плата Arduino Nano с прошивкой от Гавера. На заднюю панель нужно вывести крутилку для подстройки под уровень сигнала и кнопку переключения режимов. Кстати, их будет несколько. Для первой реализации нам нужна китайская плата Arduino Nano. Кусок кабеля с коннектором 3,5 мм, макетная плата, переменный резистор, кнопка, адресная светодиодная лента WS2812, 12х30 светодиодов, коннекторы USB и акустические зажимы. Еще нам нужен трехжильный провод для передачи сигнала в пассивную колонку. Его мы сделаем из акустического кабеля, скрутив для красоты и уменьшения помех провода между собой. Анимация у нас идет от центра ленты, то есть от примерно 12-го светодиода и в края. Поэтому размещаем ленту симметрично относительно короткой стороны сеток динамика. Для пробы клеим на узкий скотч. Отмечаем лишний кусок ленты и отрезаем его. Важно не перепутать направление черных стрелочек при пайке. Прошивка. Подключаем плату через мини-USB капель, скетч загружаем в приложение Arduino и выбираем тип платы, порт и тип загрузчика. Это все просто. В прошивке нужно поменять два важных параметра. Это тип сигнала, моно, либо стерео. И количество светодиодов на одну ленту, в нашем случае 24. Нажимаем кнопку загрузить и видим, как заморгал светодиод приема. Приложение показало окончание загрузки. Собственно, все. Берем макетную плату, прорезаем кусок острым ножом и просто ломаем. Для начала впаиваем Arduino. После этого накидываем компоненты согласно этой схеме. Не забываем, что потенциометр у нас будет встраиваться в корпус колонок, поэтому паяем его с краю. К плате подключаем аудиокабель для источника звука. Не забываем про кнопку, ей будут переключаться режимы работы. Об этом я расскажу чуть позже. После сборки пробуем тестовое включение через лабораторный блок питания. И самое время попросить вас подписаться на канал и поставить лайк. Лента подала признаки жизни, но кое-что у нас не заработало. Точнее, я забыл это кое-что впаять. Внимательные зрители, наверное, догадались. Перейдем к реальному тесту. Для теста подключаем аудиокабель в iPhone 6. И включаем YouTube, чтобы на нас не кинули страйк из-за музыки. При первом старте надо нажать внешнюю кнопку на 1 секунду, чтобы плата подстроилась под чувствительность. Кстати, еще один момент. Выключенные светодиоды не совсем выключаются, а начинают гореть таким приятным голубоватым светом. Начинаем собирать первую колонку. Сделаем трехжильный кабель и скрутим его в косичку для удобства монтажа и уменьшения вероятности наводок. У нас в скрутке два синих кабеля. На один из них с обеих сторон надеваем термоусадку. Потом припаиваемся к ленте и дополнительно закрепляем термоклеем место пайки. Начинаем клеить ленту уже на штатный скотч. Проверяю, что все симметрично, отрезаем лишний кусок и дополнительно все заливаем термоклеем. Сетки динамиков будут довольно сильно вибрировать и такая фиксация будет совершенно не лишней. Кабель будем просовывать сверху колонок, примерно по верхней части сетки. Отмечаем место просверливания сначала тонким сверлом, а потом более толстым. Для удобства протягивания кабеля снимаем динамики, но барабанная дробь, а они оказываются вклеены и ничего не выходит. Еще возникла проблема с просовыванием кабеля. Поэтому пробуем победить проблему с помощью гравитации и фазоинвертора. Просто засовываем кабель в фазоинвертор и он сам опускается вниз. Дырку в корпусе в принципе можно было не сверлить. Когда достали кабель, нам нужно поставить акустический зажим, по которому будет проходить сигнал из активной колонки в текущую. Для этого размечаемся, сверлимся, прокидываем провода с внутренней части и паяем. Пробуем тестово включиться и все отлично работает. После этого повторяем такую же манипуляцию со второй активной колонкой. Устанавливаем светодиодную ленту, прокидываем кабель и устанавливаем акустическую колодку. После этого нам необходимо установить основную плату Ардуино и подключить ее к питанию и к проводам, по которым у нас поступает входящий сигнал от колонки, либо от Bluetooth адаптера. Собственно, все это проделывается достаточно быстро. После просмотра этого видео некоторые из вас наверняка захотят повторить этот проект, но я ж вас знаю, делать вы все равно ничего не будете. Поэтому поставьте лайк этому новому крутому видео, а новые проекты я сделаю за вас. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok